МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Благотворительность от досады. Карагандинские бизнесмены скупили все билеты на отечественный художественный фильм и раздали школьникам. Предпринимателей оскорбил тот факт, что фильм был снят с проката из-за отсутствия зрителей. Поставить ребенка на очередь до школьных учреждений, а также сдать документы, можно, не выходя из дома. О преимуществах новой информационной системы рассказали на специальном брифинге. В Караганде будут построены ресторан быстрого питания, известного бренда и новые автосалоны. В областном Эхимате состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата в регионе. Неравнодушные карагандинские бизнесмены скупили все билеты на показы отечественного фильма. Предпринимателей оскорбил тот факт, что фильм был снят с проката из-за отсутствия зрителей. В итоге бизнесмены приобрели 280 билетов, которые впоследствии раздали ученикам школ. Фильм, повествующий о видных деятелях движения «Алаш», был презентован карагандинскому зрителю в конце февраля. Однако историческую драму о казахской интеллигенции не оценили по достоинству. Осуществить прокат фильма согласился лишь один кинотеатр города – Сарарка. Зал, пустовавший неделю, заставил руководство кинотеатра усомниться в успехе картины, ее сняли с проката. Директора Центра аналитического мышления Рахата Амана этот шаг возмутил. Неравнодушный бизнесмен вместе со своими друзьями скупил 280 билетов и раздал их школьникам. Предприниматели считают, что информация о выходе фильма в прокат попросту не дошла до общественных масс. Проблема в том, что очень мало посетителей, очень мало зрителей. Не то, что мало зрителей, а их мало почему, потому что, наверное, должной рекламы не было. Должной рекламы и в СМИ, должной рекламы и по телевидению не было. Можно было бы сослаться на саму потребность зрителей. Но в этот раз, можно сказать, именно фильм «Тармзаман» по сравнению с другими фильмами очень мало продвигался в средствах массовой информации. Бизнесмены обратились в семь школ, призывая администрацию отвезти детей в кинотеатр. Но лишь некоторые из них воспользовались бесплатными билетами. Школьники отметили, что если бы знали о выходе фильма, то непременно посмотрели бы его и без подаренных билетов. Благодаря администрации нашей школы я узнала, что вообще вышел такой фильм. Если бы я знала сама, что такой фильм вышел, я бы обязательно пришла, чтобы его посмотреть. Фильм «Тармзаман» произвел сильное впечатление не только на школьников, но и на взрослых. Зрители удивило отсутствие интереса к столь качественной картине. Многие из них считают, что в этом повинно управление культурой. Ведь именно они должны заботиться о том, чтобы фильмы, возрождающие патриотический дух, широко распространялись в обществе. Управление культуры должно взяться за решение этой проблемы. Это их работа. Я был приятно удивлен, когда узнал, что местные бизнесмены добились повторного показа фильма в кинотеатре. Это похвальный поступок. Я считаю, что этот замечательный фильм не рекламировали так, как рекламируют голливудские фильмы. Это неправильно. Мы должны показывать молодежи то, что будет воспитывать в них лучшие качества. В Управлении культуры, архивов и документации на подобное высказание ответили следующим образом. Я думаю, производители фильма над рекламой, наверное, мало поработали. Конечно, любой фильм, даже мультфильм, он требует рекламы. Даже концерты, спектакли. Если нет рекламы, конечно, окружающие горожане знать не будут и не придут на фильм. Если будет реклама, то, я думаю, люди пойдут. Тем более, сейчас в наш век с рекламой нет проблем. Возмущения бизнесменов были услышаны. В настоящее время ведутся переговоры. Карагандинцы смогут насладиться фильмом «Тарзаман» в апреле. Показ фильма будет засуществлен в единственном государственном кинотеатре города Саржелау. Таржан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скончалась девушка, спасенная соседом из пожара в Шахтинске. В реанимации клиники имени Макожанова скончалась 16-летняя Анна Шилина. Девушка получила ожоги 50% поверхности тела. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью. Пожар в поселке Северо-Западный произошел 19 февраля. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси. В этот момент в доме находились 24-летний Данил Ефремов и его девушка Анна Шилина. Из огня их спас 16-летний сосед Алексей Шинкарев. Молодых людей доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Данил скончался 24 февраля. У него осталась мать. У женщины все сгорело. Не было средств даже на похороны сына. Анна умерла вечером 1 марта. У нее остались старшая сестра и больной отец, перенесший сложную операцию. В Караганде откроют Макдональдс, автоцентр и два крупных завода. Об этом шла речь на заседании Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона. Заседание прошло под председательством заместителя Акима Карагандинской области Алмаса Айдарова. На первом 2018 году заседание Совета по привлечению инвестиций обсудили реализацию четырех крупных проектов. Так, в ближайшее время на территории области появится автоцентр, ресторан быстрого питания Макдональдс, а также два завода. О строительстве новой воздухоразделительной установки рассказал руководитель проекта Руслан Филиппов. Планируем раздачу эксплуатации этого блока. Это конец 2019 года. Планируем объем инвестиций. Это 70 миллионов евро. Это собственные инвестиции компании. Данный блог будет заниматься производством кислорода и азота, газообразного и жидкого. То есть, тоже так же чистота до 70,5 и 99,4 гиганты. Компания Forever Flourishing планирует построить на территории Карагандинской области два производства – металлоплавильное и кабельное. Однако заместитель генерального директора Оскаро Разбеков отметил, что имеются проблемы. В частности, с привлечением иностранных специалистов. Ознакомившись ситуацией, Алмаз Айдаров обратился к руководителю управления миграционной службы Асхату Муканову. Вы же знаете, что есть программа совместного Казахстана-Китайского, вручение китайских инвестиций. Президент ставит в приоритет привлечения иностранных инвестиций. И вот из-за таких загвозок, что мы не можем привлекать их русских специалистов, потому что печени на данном заводе задавливаются китайским заводом. Их установка доходит в гарантийные обязанности. Вот как нам будет? До 2023 года завершится строительство автоцентра, в котором будет представлена продукция трех крупных мировых автопроизводителей – Hyundai, BMW и Subaru. Об этом заявил учредитель Crystal Auto Ростислав Ключников. Он также пояснил, почему центры Hyundai, Subaru и BMW будут расположены в отдельных корпусах. Каждый мировый центр будет построен в согласовании. Концепция разработана и утверждена в штаб-квартире в Хедведской Корее, в БМК Германии и в Баку-Мутбургах. Уверен, что этот район будет преобразоваться, потому что каждый проект имеет свои классы. В завершении совещания Амаз Айдаров поручил создать рабочую группу для решения проблем с трудовой миграцией, а также оказать помощь всем инвесторам в оформлении технических условий и выборе земельных участков. Тоже Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Поставить ребенка на очередь в дошкольные учреждения, а также сдать документы можно, не выходя из дома. С 12 февраля года родители могут самостоятельно, пользуясь компьютером или мобильным устройством, регистрировать детей в очередь и получать направление. Житель Караганды Дусингали Нурфазылов на собственном примере убедился в эффективности работы новой информационной системы. Его ребенка определили в детский сад практически сразу. Осталось лишь собрать документы. Я очень рад, что детский сад у нас находится. Я тоже рядом живу на Муканово. Детский сад находится на Муканово-3, возле дома. Удобно и хорошо. Сказать, в течение пяти рабочих дней, если соберем документы, то думаю, пойдем сразу. С середины февраля в Караганде действует новая информационная система. Отныне зарегистрировать детей в очередь в дошкольные учреждения можно с помощью компьютера или мобильного устройства. В Караганде внедрен проект по полной автоматизации процесса зачисления детей в детские сады. С начального процесса постановки на очередь до конечного результата получения направления в детский сад. И родитель, выйдя в свободные места, может выбрать сад. Там есть списки садов. Он может посмотреть, какой сад занимается программой, что там интересного. И такие изюминки, просмотря в каждом саду, добровольно может выбрать, может быть, другой сад. Не тот, который он стоит на очереди. И очень интересная мне, на мой взгляд, очень хорошо такая система, что мы, вот директора, не можем набрать контингент за лето. Многие в отпуске, много переехали, не подтверждают очередность. Очень хорошо, что очередь сейчас должны подтверждать каждый год, потому что много висит детей, которые уже выбили, переехали или получили другое место в частный детский сад, например, посещают. Они стоят на очередь. Получается, как бы, двойная очередь. Стоит отметить, что по распоряжению главы региона стоимость в частных детских садах по госзаказу сравнялась со стоимостью места в государственных дошкольных учреждениях. Это позволило значительно сократить очередь. А новая информационная система позволяет родителям даже не приходить в отдел образования. То есть все возможности коррупционных рисков у нас исключены. Родители получают полностью уведомления на свои смартфоны. Если не на смартфоны, то на электронную почту. То есть они все смотрят, видят. Поэтому, значит, сейчас, вот как вы видели, буквально один ребенок. Рядом территориально находится очень много детских садов. Поэтому можно выбрать себе место. Данный проект оптимизировал две государственные услуги. Постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в детские дошкольные организации. И прием документов из отчисления детей в дошкольные организации образования. На главной странице портала ежедневно обновляются статистические данные о количестве детей в очереди. По сведениям отдела образования, сегодня в дошкольных организациях имеется около тысячи свободных мест, доступных для детей от трех до шести лет. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде продолжаются мероприятия, посвященные Дню Благодарности. Во Дворце культуры Нового Майкудока организовали праздничный концерт, в котором приняли участие все творческие коллективы Дворца. День Благодарности – это праздник, когда переселенцы из разных уголков мира говорят друг другу спасибо за мир. Сегодня у представителей каждой национальности есть возможность получить образование, работать, изучать родную культуру и язык. Это двойной праздник. 1 марта – еще и день рождения уникального института мира и согласия – Ассамблеи народа Казахстана. Наш сегодняшний праздник, он совсем еще молодой. И глава государства только вот третий год, в 16-м году, объявил этот праздник. Именно 1 марта. Почему 1 марта? Очень символично, что в этот день было у нас объявлено об открытии Ассамблеи народов Казахстана. Поэтому наш шанрак собирает всех вокруг. В концертной программе приняли участие все творческие коллективы Дворца. Среди них и хореографический ансамбль «Нурби». Руководитель ансамбля Нурлан Мукатаев выступил организатором всего концерта. Я считаю, что этот праздник сплачивает представителей разных национальностей и народностей, которые проживают в нашем многонациональном Казахстане. Именно поэтому такой праздник нашей стране нужен. Во всех областях страны по-своему отмечают этот день. Мы решили организовать праздничный концерт. В этот день по всей Карагандинской области прошло множество мероприятий. Это и пышные праздничные концерты, и круглые столы, и встречи с коллективами предприятий. Всего прошло больше сотни разных мероприятий. Несмотря на то, что День Благодарности относительно новый праздник, казахстанцам он пришелся по душе. И по-особенному радуются юные карагандинцы, выступавшие на сцене Дворца культуры нового Майкудука. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Министерстве образования Казахстана обсуждают отмену государственной аттестации. Вместо выездных проверок чиновники предлагают осуществлять контроль над школами посредством дистанционной связи. Преподавательский состав средней общеобразовательной школы номер 63 высказался за новый формат проверок. Они уверены, что отмена государственной аттестации избавит учителей от стресса и бумажной волокиты. В Министерстве образования и науки разрабатывают нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения новой системы оценивания. Чиновники уверены, что отныне проверка образовательных учреждений должна осуществляться бесконтактным путем. Педагогическая общественность также выступает за отмену государственной аттестации. Преподаватели считают, что этот механизм более неэффективен. К тому же аттестация требует внушительных затрат и временных ресурсов. При переходе на электронный формат проверок учителя смогут сэкономить уйму времени и посвятить его более важному делу – обучению детей. Директор школы номер 63 Клара Альжанова в числе тех, кто поддерживает новый подход в системе образования. Не присутствует проверяющий и не присутствует проверяемый. Во-первых, это освобождает время рабочие учителя. Тем более, я уже говорила, что сейчас очень много времени уходит на связи с обновлением, введением обновленного содержания. Очень много времени уходит учителю для того, чтобы изучить новые подходы в работе, в своей деятельности. Но высвобождает учителей, высвобождается очень большое количество времени. И, конечно же, немаловажный факт – это стресс учителя. На фоне массового внедрения цифровизации в различные сферы, включая систему образования, дистанционный контроль над деятельностью той или иной школы станет важным нововведением. Кроме того, электронный формат проверок школ снизит коррупционные риски, которые не раз встречались в практике государственной аттестации. В департаменте по контролю в сфере образования уверены – выборочные проверки вкупе с дистанционным контролем будут более эффективны, нежели действующая государственная аттестация. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодно 1 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений – День эксперта-криминалиста МВД Республики Казахстан. Эта служба является одной из ведущих в полиции. И сегодня от тщательной и продуманной работы криминалистов зависит раскрытие самых сложных преступлений. Криминалист – профессия ответственная. Криминалист выполняет важную роль для успешного раскрытия преступления. Он первым из оперативной группы входит в ограбленную квартиру или на место убийства, фотографирует, снимает отпечатки пальцев, осматривает, упаковывает все вещественные доказательства. Практически ежедневно ему приходится решать непростые задачи, помогающие раскрывать преступления. В то же время профессия эта интересная. Именно поэтому ее выбрал Арзу Велиев, начальник оперативно-криминалистического отделения Октябрьского отдела полиции. С профессией криминалиста он познакомился еще в конце 90-х, будучи студентом. Ну и как-то получилось, что во время практики мне вот эта профессия как-то понравилась. Работа криминалиста на месте происшествия, вот это раскрытие преступления. И поэтому по окончании университета я выбрал свою, как говорится, жизненный путь, профессию вот в этой службе, в оперативно-криминалистической службе. С 2000 года я работаю, работал в различных должностях в оперативно-криминалистической службе. С 2006 года я здесь работаю, в Октябрьском отделе полиции. Коллектив отделения небольшой, всего пять человек, но все они успешно справляются со всеми задачами. В этом году исполнилось 99 лет со дня образования службы криминалистики в системе органов внутренних дел. Этот праздник совпал с относительно новым праздником – Днем Благодарности. Сегодня было торжественное собрание в Департаменте внутренних дел, где ряд сотрудников были поощрены правами начальника ДВД Каролинской области, генерал-майлов полиции Жапарова. Вручены были ценные подарки сотрудникам, отмеченные сотрудники, их работа. Были приглашены пенсионеры органов внутренних дел, которые рассказали о своих успехах в работе, которые когда они работали в тот период. Очень так интересно все это прошло. Стоит отметить, что в поле деятельности специалистов-криминалистов семь исследований, среди них такие, как дактилоскопия, баллистика, анализ почерка, техническое исследование документов. Все это помогает экспертам собрать максимальное количество улик на месте преступления и передать следственным группам. Специалисты-криминалисты – это люди, которые фактически являются одним из ключевых звеньев в раскрытии любого преступления. Андрей Теншелл, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Кормить и гладить разрешается. В историко-краеведческом музее Караганды контактный зоопарк. Посетители здесь могут подержать, погладить и даже покормить любое животное. В странах Юго-Восточной Азии местные жители нередко содержат в домах тигровых питонов. Чаще всего они делают это из суеверных побуждений. Несмотря на крупные размеры и устрашающий вид, эта змея абсолютно спокойна и не ядовита. Возможно, именно по этой причине тигровый питон является наиболее популярной змеей, содержащейся в неволе. Познакомиться лично, а также сфотографироваться с красавцем-питоном и другими экзотическими животными карагандинцы могут в контактном зоопарке. Он приехал к нам из Махачкалы. Зоопарк гостил у нас и раньше, но сейчас число его питомцев заметно выросло. Почти у каждого из них есть свое имя. Примечательно, что животных здесь можно не только потрогать, но и покормить. Я прививаю свою дочку, и она была очень под большим впечатлением, когда она на руки взяла обезьян. Эти обезьяны у нас в Казахстане, таких очень миниатюрных видов обезьян нет. И они такие маленькие. И когда их первый раз мы увидели, эти виды обезьяны, мы были под большим впечатлением, конечно же. Каждому животному в зоопарке нужен свой подход и уход. Попугояра, к примеру, нужно задобрить и лишь потом брать на руки. А говорящий скворец обитает только в Индии. Корм ему заказывают из Германии. У нас он не продается. Конечно, животные тоже устают от постоянного контакта с людьми. В таких случаях, говорят зоологи, их нужно просто покормить и дать небольшую передышку. Деткам, когда даешь в руку шиншилку, да, ту же самую, у них как бы загораются глазки, они сразу, у них поднимается настроение, они становятся более веселее, более яркие такие. Родители их сюда приводят, то есть они как-то немножечко отвлекаются, становятся поспокойнее, порадочнее, повеселее. Ну, когда уже всех потрогали, всех погладили, сфотографировались, они просто начинают бегать. Вот и все. То есть довольны. Общение с животными, однако, идет на пользу не только детям, но и взрослым. Это прекрасный способ отвлечься ненадолго от повседневных проблем и обрести внутренний покой. Контактный зоопарк расположился в здании Краеведческого музея. В Караганде он пробудет до 25 марта. Работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Взрослый билет стоит 1500 синге, детский – тысячу. Малышам до трех лет вход бесплатный. На групповые посещения предусмотрены скидки. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово был мастер. Редактор субтитров А.Семкин